С двумя полголовы будет. Так, ну давайте, да, начнём. Люба, постепенно включаешься, да, как... Ну, что мы делаем вообще на планёрке, хорошо? Хорошо. Всё, отлично. Сначала мы отчитываемся. Ну, как отчитываемся, да, просто рассказываем, кто что делал, у кого какие результаты. Итак, я начинаю. Ну, вот, хоть сегодня и короткий день, да, но получилось так, что он, наоборот, затянулся. Я сегодня успела отправить только 300 объявлений, даже не 300, а 298. В двух группах я была там заблокирована до вечера. Соответственно, 298 объявлений, но откликов нет. То есть у меня есть ещё три группы, из которых я буду отправлять час вечером. Вот. У меня есть отклики со вчерашних объявлений. Ну, вот, один по переписке, да, не захотел он говорить по телефону. Второй, это вообще отдельная история, девочки. Короче, я её расскажу, чтобы вы знали, что так может быть. Вчера я просто, ну, раскидываю объявление, как обычно, да, дальше по отклике договариваюсь звониться. И после этого созваниваюсь с человеком. Ну, это парень молодой, 19-20 лет, студент из Липецкой области. И мы, ну, он соглашается, как бы, да, включается в нашу команду, регистрируется. Буквально через какое-то время приходит ещё один отклик на этой же страничке. Я снова договариваюсь созваниваться, да, созваниваемся. Я рассказываю ему презентацию, как обычно. Он соглашается. Ну, я ему скидываю форму, там, всё как обычно, да, скидываю форму, скидываю страничку свою основную. И, как бы, да, потом открываю свою регистрационную форму, Google-форму. Ну, смотрю, адрес один в один, регион один в один, дом, улица, вот всё один в один. Только комнаты разные. Выяснилось, потом уже, когда я уже стала с ними переписываться. Ну, а фамилии-то разные или тоже одни эти же? Фамилии, ну, вот личные данные разные, да, а вот адрес всё одинаково. Я думаю, ну, не может быть такое, это совпадение там, как-то, ну, не бывает так. Выяснилось, первый Сергей, когда узнал, ну, то, что я ему рассказала, ему это стало интересно, он рассказал Вове. Вова решил тоже мне написать. В итоге он тоже принял предложение. То есть, получается, первый человек, которого лично пригласил Сергей, это Вова, да? Вова зарегистрировался. Вова вчера вечером мне пишет. К вам, говорит, там ещё один наш постучался из другой комнаты. Но это было уже поздно. Мы с ним договорились сегодня созвониться, созвонились, и я, ну, как бы рассказала ему, я говорю, что Сергей с Вовой рассказывали. Ну, говорит, они рассказали, говорит, ну, как бы так, в общих чертах. Хорошо, я ему рассказала, и он согласился. Ну, то есть, я ему форму скинула, не знаю, пока, чем это закончится. Мне теперь Вова пишет. Тут, говорит, ещё один человек хочет с вами поговорить. Окей, пиши номер и телефон. Ой, пиши номер и имя, я позвоню. То есть, я к чему говорю, да? Ну, вот один человек, может, заинтересовавшись, да, цепочкой пошла уже. То есть, они сами друг друга приглашают. И уже вчера, когда мы говорили по телефону, это уже было просто поздно, там, 9 в 9. Ну, когда больно много не поговоришь, мне самой неудобно звонить в такое время. Хотя и не говорят, они говорят все, ну, студенты, молодёжь, они говорят, пишите, звоните. Вот, ну, всё равно. И они уже вчера стали задавать вопросы, что делать, как приглашать. А ВКонтакте можно приглашать? Можно. То есть, посмотрим, да, как дальше пойдёт. Сегодня мы с ними договорились на скайпе речу. Я говорю, давайте все вместе соберитесь и вместе обсудим, с чем дальше начинать. То есть, мне проще, да, их собрать в одной комнате с одним скайпом, чем каждому отдельно. Вот. Я к этому и говорю, что вот, ну, вот в жизни всякое бывает. Ну, и самое, ну, как бы, да, самое удобное, когда они начинают друг с другом работать и приглашать. Всё, у меня всё. Дальше я буду сегодня просто, ну, отдельные 300 явлений скину. Дальше, следующий. Меня слышно? Да. Да, только чей-то какой-то звук. У меня идёт прерывистый очень звук. Ну, у меня, как всегда, сегодня был очень насыщенный день. Только не там, где надо. Вот, поэтому только сейчас вечером уже пообедала и включила вот ноутбук. Начинаю проверять странички и так далее, и писать ответы тем, кто добавляется в друзья. Вот, в принципе, пока что всё, да? Всё, хорошо. Так, Таня? У меня пока ничего. Вот сейчас буду вечером раскидывать. Я сегодня тут со Светой, мы по скайпу общались. Она мне показывала, как вот эти слайды чего. Всё, к чему там загружать, как-то переделывать. Обучение у меня сегодня было. Всё, отлично. А это тоже надо. Это тоже надо. Это один раз надо научиться, чтобы потом, ну, как бы спокойно это делать. Ну, вот сейчас вечером буду уже все тут объявления, как бы, раскидывать. И вот хочу вот эти онлайн-тимы, я вчера так толком и не посмотрела, начала, как бы не до конца. Вот сегодня буду просматривать, и уже как бы надо странички вот начинать будет ещё делать. Всё, ясно. Я сегодня ещё одну создала страничку, кстати. Хорошо, дальше. Так, Света пишет, да, ответы на вчерашние посты, одна страница ВК и одна страница Фейсбук. Это дополнительно, наверное, да, сделала. Я так полагаю, она в дороге, и чтобы нам не слушать все остановки, она пишет. Вот. Так, хорошо, пока Света пишет. Ирина. Сейчас успела 200 объявлений раскидать. Пока вот пару отликов было, я ему пока параллельно отвечаю. Вот, ну, постараюсь, ну, постараюсь сегодня закончить, то есть, ну, 500 отправить. А вообще, делать в день, ну, не 5, а именно 10 брать, чтобы было больше. Хочу также развивать Инстаграм. А вот сейчас активно изучаю видео Олега Пришкова. Вот, он там по Инстаграму, вот, что. Ещё изучаю видео, вот, забыла, как, ну, вот, молодая пара, она недавно выступала с вебинаром. Ну, на прошлой неделе, по-моему, в самом начале. Они мне очень нравятся. Я вот сегодня ещё раз пересмотрела их вебинар. Они там рассказывали, что вот нужно посмотреть вебинары Ирсаны Магомаевой по поводу раскрутки Инстаграма. Вот, я хочу посмотреть видео. Вот, я сначала зашла на Олега Пришкова, мне просто одно видео его посмотрело, потом второе мне понравилось, я втянулась, решила там всё пересмотреть, вот, прослушать заодно. Ну, вот, вот, как-то так у меня пока сегодняшний день идёт. Ютуб-канал Ирсаны Магомаевой у меня есть, если что, ну, как бы, чтобы не рекомендовать, вот, можешь сразу у меня найти и подписаться. Хорошо. Всё, хорошо. Люба поняла, да, примерно, как происходит? То есть мы просто рассказываем, что мы делали в течение дня и каким результатом это приводит. Вот. То есть у нас основные функции – это рекрутирование, чтобы команда создавалась, это обучение и это личный товар оборота. И вот поэтому мы и говорим. Так, вот. Теперь смотри. Любовь, у меня вопрос. Можно пока вот не закончили? Можешь вот хотя бы в двух словах там как-то коротенько, вот этот текст презентации, который ты вчера рассказывал студентам? А, ну, это стандартно. Что, о чём, да, вот хотя бы приблизительно. Это текст, который скидывала я тоже, да, Валера Титова? То есть иногда я его немножко упрощаю, иногда своё добавляю, ну, по ситуации получается. Ну, по сути, текст такой. Ну, там, здравствуйте, это Люба, мы с вами общались в ВКонтакте, да? Ну, как бы, да, человек говорит, да, потому что мы же с ним договорились созвониться. Теперь, ну, давайте немножко познакомимся. Я живу в городе Новочпоксарск, Чувасской Республики. Где вы живёте и чем вы занимаетесь? То есть мне понять, да, ну, как бы, что за человек, что ему нужно. Вот. И дальше там, да, мамы в декрете у меня были, сейчас несколько регистраций, студенты были, работающие были. То есть кто-то говорит, в свободное время, да, студенты, мамы в декрете, там, да, сижу дома, хочу чем-то заняться. Вот так вот, по-разному. И дальше я говорю так, давайте, говорю, сделаем так, я объясню, в чём наше предложение, расскажу, а вы дальше сами решите, насколько это вам интересно. Хорошо? Человек говорит, хорошо. То есть я несколько раз, как бы, пытаюсь, ну, не пытаюсь, я задаю вопросы таким образом, чтобы он соглашался со мной. Ну, то есть хорошо, хорошо, да, я расскажу, вы послушаете, да, да. Вот. И дальше я начинаю рассказывать текст презентации Валеры Титовой. Я первое время просто его зачитывала. То есть я начинаю, да, мы работаем как предприниматели. Основное направление работы – это раскрутка филиалов интернет-магазинов. Вся работа идёт онлайн, и каждый работает так, как ему удобно, через планшет, телефон, компьютер, ноутбук, да, тут уже каждый выбирает сам. С понятием интернет-магазина сталкивались? Ну, там, да, чаще всего говорят «да». Вот. Иногда я этот вопрос упускаю, попозже задаю. Дальше. Ну, смотрите, говорю, в чём наше предложение. Если вы принимаете наше предложение, мы вам открываем филиал уже на готовом сайте интернет-магазина. Дальше наша с вами совместная задача, моя и ваша совместная, это заполнить интернет-магазин людьми. Ведь если есть магазин, он должен работать и приносить прибыль, так? Человек говорит «да». Так, ну, это логично, да, если есть магазин, значит, там должны быть покупатели, люди. Вот. Мы заполняем его вместе, поскольку если вы готовы работать, я беру на себя обязательство довести вас до уровня директора своего филиала. Дальше. Вы получаете готовый магазин с доставкой, с продукцией, да, с логистикой. Вам не нужно думать, как довести. То есть это всё уже у вас есть. То есть даже если человек покупает в другом регионе, он сам оплачивает, сам покупает, сам забирает, компания ему доставляет, а вам, вы, как организатор, будете получать проценты. От 3 до 22. На начальном этапе, пока интернет-магазин, филиал только раскручивается, товарооборот небольшой, это будет 3-6%. И чем больше товарооборот, тем выше процентов. Это понятно? Да, понятно. То есть, ну, как бы, да, я периодически уточняю у людей, всё ли понятно. Дальше следующее. Да, я говорю, ну, давайте рассмотрим такой пример. Мы совместно наполнили ваш магазин людьми, допустим, у вас 250 человек, и каждый из них сделал покупки на 1000 рублей в среднем. Ну, есть такая статистика, которая говорит, что люди покупают на 1000 рублей в среднем. Общий товарооборот через ваш магазин прошёл, это 250 тысяч, так? Так. С этого товарооборота вам будут уходить 22%. Это около 40 тысяч рублей в месяц. Устраивает такой доход на начальном этапе? Кого он не устраивает, да? Все говорят, да. Дальше. Как развивать свой филиал, как раскручивать филиал, как людей приглашать, что говорить, как с ними работать. Всему этому мы обучаем. У нас есть система бесплатного обучения. Если человек принимает наше предложение, мы ему сразу открываем доступ на бесплатный обучающий сайт. То есть, вот это я сразу говорю тоже. Дальше. Дальше я перехожу на рассказ о компании. Я говорю, мы не являемся производителями, мы не являемся продавцами, вам тоже не нужно этим заниматься. Мы работаем по договору уже на готовом интернет-магазине, по договору с крупной европейской компанией или с крупной немецкой компанией Ariflame Cosmetics. Слышали о такой компании? Ну, вот мне один только сказал, что не слышал, парень там. Вот, остальные все слышали. Ну, вот могу спросить, да, какие ассоциации? Ну, кто-то говорит, ну, знаю, там, косметика, да, ну, то есть, вот такого вот прям негатива не было. Давайте объясню, почему мы выбрали именно эту компанию. Во-первых, компания известная, нам не нужно вкладывать деньги в рекламу, объяснять, что это такое. Дальше, следующее. Очень важно для меня, как для предпринимателя, это то, что интернет-магазин компании Ariflame сейчас очень сильно раскручен, и мне не нужно вкладывать деньги ни в рекламу, ни в техническое обслуживание. Это все уже есть. И сама компания сейчас вкладывает огромные деньги в онлайн-направление, в развитие онлайн-направления. То есть, интернет-магазин стоит на третьем месте в России и в странах СНГ по онлайн-покупкам. Это спортистика. На первом месте стоят российские железные дороги, и люди покупают билеты через интернет. На втором месте это Аэрофлот. На третьем месте онлайн-магазин Ariflame Cosmetics. Вот как думаете, это выгодно, когда магазин раскручен? Ну, человек говорит «да». То есть, он понимает, что не нужно вкладывать деньги. Дальше я говорю. A+, это шведская компания, это говорит о качестве. И то, что компания работает 50 лет в 60 странах мира, это тоже о многом говорит. То есть, именно поэтому мы выбрали именно эту компанию. Дальше. Финансовых вложений никаких нет. Если вы принимаете наше предложение, мы вам открываем личный интернет, личный кабинет в интернет-магазине. Вы получаете свой персональный номер, который в итоге можете передать своим детям по наследству, да, если для вас это актуально. Вот, если ты знаешь, есть дети или нет. Вот. Он будет ваш персональный личный, ну, как частная собственность. И сразу же мы вам открываем доступ на обучающий сайт. Если это мужчины, например, да, я говорю, у нас есть автопрограмма, и с уровня директора компания финансирует покупку автомобиля, и вы можете также включиться в эту автопрограмму. И есть программа по отдыху, да, путешествию в разные страны. Вот что думаете сами попробовать в этом направлении? Ну, это вот примерно так. Ну, 7-8, максимум 10 минут, когда бывают какие-то вопросы. И когда я объясняю, да, вот не просто отторобанить, а вот все-таки эмоции, свои ощущения, свои эмоции голосом передавать. Потому что действительно, если просто вот так, да, по телефону, та-та-та-та-та-та-та, как автоответчик, это одно. А когда вы эмоционально рассказываете, то есть если вы верите в то, что вы рассказываете, люди вам тоже верят. Вот. И говорите, что вы принимаете обязательства помочь человеку, что вы наставники, что вы им готовы помочь. Но я иногда, ну, не иногда, в последнее время стала говорить, я не обещаю, что это халява. Я не говорю, что это халява, ничего не надо делать. Это работа, ее нужно делать, но за эту работу будут платить очень хорошие деньги. Если вы готовы, то я готова вам помочь. Вот примерно так. Ну, не совсем коротко, но зато очень понятно. Минут, я говорю, иногда он, короче, бывает презентация, иногда чуть подлиннее, но вот в среднем 5-7 минут. То есть я даже вот по телефону смотрю, да, когда я провожу презентацию, там 8 минут, 9 минут у меня шел звонок, начало у меня идет. Плюс я же здесь еще и переключалась на комментирование где-то. Вот, начало все равно идет знакомство, и потом в конце я говорю, вот то, что я вчера говорила, да, если мне человек говорит да, я говорю, хорошо, сейчас я вам скину форму, ее нужно будет заполнить. На основе этих данных я вам открываю филиал интернет-магазина и доступ на обучающий сайт. Это первое. Второе, скидываю ссылку на свою основную страницу. Вы туда добавьтесь, пожалуйста. Третье, вы как-то заполните форму, напишите мне, что вы ее заполнили. И четвертое, при регистрации к вам на номер телефона придет четырехзначный код. Вы мне его напишите, пожалуйста, он нужен для того, чтобы до конца завершить регистрацию. После того, как мы проведем полностью всю регистрацию, я вам позвоню и объясню, что дальше делать, с чего начинать. И когда вся регистрация проходит, я звоню человеку и говорю, что делать. Да, просто я очень много вот этих презентаций посмотрела, послушала, прочитала. И, Коля, у тебя сейчас вот такая заинтересованность пошла в народе, захотелось узнать, что именно ты там им рассказываешь, в каком ключе. Чего говоришь, Ширин? Видео. В астроном виде она есть, чтобы можно было посмотреть, например, у новичков, чтобы как посмотреть, как говорить. Я в чате выложу тогда, в бриллиантовой команде. Хорошо? Хорошо. То есть, понятно, что вы ее немножко, да, по ходу разговора с разными людьми можете корректировать. То есть, если это мама в декрете, да, я говорю о том, что можно передать по наследству, да, например, что вот можно дома работать. Если это... Сейчас, Петь, давай перезвоню попозже. Если это студенты, допустим, да, я говорю, что можно в свободное от учебы время совмещать. Если это мужчина, парни, я говорю об автопрограмме, да, потому что он больше мотивирует. Вот. Поэтому, ну, вообще, наверное, основное это эмоции. У меня нет такого, конечно, что 100% реформ, которые я отправляю, заполняются. Но большая часть заполняются и, ну, как бы, да, идут регистрации. Хорошо. Так, вопросы еще есть? Я тут думаю, что у меня очень многие не хотят на телефонный звонок выходить. Я думаю, записать эту презентацию частями. Вот, допустим, рассказала блог. Вам это интересно, например, ну, какой-то вопрос задать, да? Получить обратный ответ и вторую часть презентации. Ну, вот я так и планирую, допустим, да. Как вариант. Да, я сейчас, допустим, вот то, что я провожу здесь, дома, да, я посланиваю. Я стараюсь вывести на телефонный звонок. Если человек не хочет там говорить, я ему, ну, уже переписка и видео скидываю. Ну, как бы, да, ну, скажем так, хотя бы так. А поскольку я сейчас планирую ехать на неделю, да, то в дороге-то, в автобусе, там, в поезде больше не поговоришь, презентацию не проведешь. Не очень удобно. И поэтому я хочу записать уже, ну, с пусками, да, вот эту презентацию и ее голосовыми сообщениями передавать. Вот тоже можно. Да. Я вот вчера полностью ее, я вот вчера полностью одной, как бы, рассказала. Она мне написала, как бы, у нас тут работа, я говорю, давай созвонимся. Она мне сказала, мне неудобно сейчас разговаривать, может, вы мне голосовым этим. Ну, я как бы получила ВКонтакте вот это голосовое и ей вот отчеканило. Ну, правда, я с ней вот не заходила, не знаю, что она там смотрела, не смотрела, что ответила. Как бы я полностью ей, я меня вот полностью ей тут. Думаю, пусть она до конца прослушает, раз ей некогда со мной разговаривать, а там уж делать вывод. Просто, девочки, имейте в виду, если вы отправляете сообщения, да, почаще заходите на свои рабочие страницы. Если вы ведете переписку, если вы отправляете голосовые сообщения, то есть если вы ждете отклика, то почаще заходите. То есть человек, который вчера вечером вам написал, да, отклик на ваше объявление, сегодня вечером ему это может быть неинтересно. По той простой причине, что он кому-то другому позвонил и его зарегистрировали. Я когда раскидываю объявление, я подряд вижу наших людей там, да, на разных... Мы друг за другом просто скидываем объявление. Я Ирину вижу, Таню вижу, Женю Бардасову вижу. То есть я понимаю, что кто-то за мной скидывает, да, я за кем-то. Поэтому чаще заходите и реагируйте на объявления, ой, на сообщения, иначе люди просто будут теряться. Вот. И как бы вовремя подхватить и, ну, ответить на вопросы, которые возникают. Понятно? И еще смотрите, девочки. Сегодня я... Сейчас я допечатаю это, да, после планерки, ой, после скайп-встречи с ребятами. Выложу в чате. Завтра мы это подробнее обсудим. Вы пока изучите. Выложу в чате в текст, который можно говорить новичкам для приглашения на обучающие школы. То есть мы же школы проводим не ради того, чтобы их проводить, так ведь? Школы проводим для того, чтобы там были люди. И желательно новички. А еще и мы сами, да, с позиции не посмотреть, как там Света проводит. Да, красиво она сидит или некрасиво. Нет, во-первых, мы учимся, что говорить, как говорить, да, иногда вы говорите такие фразы, которые я не использую, да, но мне они, ну, нравятся, я их потом начинаю в своей речи использовать и в своих презентациях. Поэтому друг к другу ходим на презентации. И основная задача это пригласить новичков, чтобы они обучались. Вот как это делать? Я сегодня выложу этот текст, вы посмотрите. И дальше мы уже, ну, если где-то корректировку хотим делать, да, сделаем. Давай, Света. Он меня слышит. Вопросы? Давай. Я посмотрела Наталью и Эдуарду Васильеву, когда они были в Москве, у них брали интервью. Вот, и Наталья говорила, что у них был, вот они вообще на личных встречах показывали людям план успеха. Вот мне просто интересно, что они распечатывали. Вот я просто зашла посмотреть на сайт компании план успеха. Вот, он там такой большой, я думаю, ну, как-то, ну, мне кажется, человек... Его не надо распечатывать. Господи, где он у меня лежит? Он есть в виде готовой книги. Лерин, ты его получишь, когда 9% сделаешь, теперь он бесплатно придет. 9% его получают автоматически. Он вот такой, в виде выручки. Вижу. Вот. И здесь внутри, в общем-то, да, ну, по сути, вот, там все расписано. Там расписаны, начиная с выгоды бизнес-класса, со стартовой программы и заканчивая вот этими маленькими бонусами, о которых мы говорили, там 0,5, 0,25, да, вот, вот здесь весь маркетинг план компании. Все проценты, за что и сколько компания платит. Он есть, его можно заказать и, ну, как бы, да, а так он автоматически вкладывается всем новым 9%-никам. Ну, он еще раньше гораздо меньше был. Он был в такой маленькой книжечке, компактной, его удобно было в сумочке. Ну, я помню, они же мне его показывали. Да, я всегда видела вот такой большой, но он достаточно подробный, и там все написано. Да. Я поищу код и напишу цену. Там, что у меня было, это все. Зачем заказывать, надо выйти на 9%. А, вообще, да. Я тоже хотела сказать, быстрее все на 9%, кто еще не там. Ой, да. Я забыла сказать, мне значок пришел. Я его еще не сфотографировала, да, все. А мне завтра придет. Здорово. И на руку браслетик. А у меня браслетик уже есть. Ага, я отмечать забываю. Браслет меняется, нет? Я тоже отмечать забываю. Я уже как-то на это дело плюнула. Ну, не отметила, не отметила. Главное, выполняю задания. Интересные задания. Кстати, у меня последнее задание разобрать рабочий стол. Я думаю, надо сегодня этим заняться. Я там у вас видела 10 тысяч шагов. Вы что, дели их очистки? А у меня шагомер. Шагомер. Телефон загрузи шагомер. Он сам считает. А, да. А это вот еще, слушай, что ты говорила, типа очистка лица вот этой вот фигнюшки, которая в каталоге. Обязательно ей там идет? Обязательно чего? Обязательно вот этой штукой, да, идет очистка лица? Ну, нет, как хочешь. Можешь по старинке соль и этот, как его там, сода. Раньше же соль, сода и терли лицо. Нет, очистка лица не обязательно. Ну, там же, да, либо паровая ванночка. Мне просто очень нравится эта щетка. То есть она, у меня кожа жирная и проблемная. И даже если я там неделю этой щеткой не чищу, да, у меня поры забиваются. Ну, я вижу, что они забиваются, потому что кожа жирная, поры расширяются сразу. И поэтому, чтобы поры не были заметны и чтобы лицо было чистое, я каждый день, я утром и вечером очищаю лицо этой щеткой. Ну, то есть в течение минуты буквально там, да, наносишь на щетку средство, оно само крутится и очищается. Вот, поэтому, как бы, для меня это вообще идеальное средство. Потом мелкие морщинки, допустим, да, вот здесь могут быть мелкие морщинки. Вот эти носогубные даже, они не мелкие. То есть они уже достаточно, да, крупные могут быть, фиксироваться. То есть чтобы они, вообще, чтобы любой крем лучше работал, девочки, лицо должно быть очищенное. Очищенное, в бане может быть очищенное, да, то есть там вы потерли, а натерли, там очистили. Потому что, ну, как бы, да, на неочищенное лицо наносить сыворотки, крема, они не впитываются настолько, насколько нужно. Вот, поэтому только очищать. Они вообще не впитываются. У нас вот роговой слой кожи, эпидермис, он, как бы, если его не счистят скрабом, еще лучше пилингом, то он впитывает в себя и тоники, и крема, и так далее. Это все дело напухает, и в более нижние слои кожи не проникает, то есть средства не работают. А потом начинают говорить, мало того, что они не работают, они еще, перемешиваясь вот с этим кожным сталом и так далее, начинают раздражать кожу. И многие говорят, у меня аллергия на этот крем. Или вот я какую-то дорогую купила, а он совсем не действует. Но дело в том, что обязательно должен быть полностью проведен уход за лицом. То есть очищение, очищение тоником и так далее, скраб, в зависимости от кожи, там, один-два раза в неделю сухая, если кожа проблемная, пореже. Поэтому все дело, если только лицо очищено, это, ну, как бы, это правило. Вот прям девчонки, которые молодые, да, сейчас начинаете уже такие крема использовать. Смысл на неочищенную кожу, ну, как бы, да, это просто вы мертвые клетки мажете кремом, чтобы они ожили. Да, они набухают, они дают пролетнуть туда, в более нескольких слоев. Светлан? Да. Светлан, готовый спикер по вебинару «Уход за кожей»? Да. Прямо, реально, просто взять и рассказать, как последовательно им по новейджу, не по новейджу, я не знаю. Потому что, ну, реально ты, я понимаю, в этом компетентно, то, что я, например, не знала, что... Ну, немножко, да. Да, да, если не убирать ороговевши, да. В следующем каталоге введем дополнительные вебинары по продукции, по вторникам в 9 часов. Ну, чтобы, ну, люди, по крайней мере, знали, да, даже мы знали эту продукцию. Хорошо? Девочки, еще просто вот скажу вам сейчас, ну, мало ли, тоже кто-то, может, не знает и нанесет себе вред. Сейчас солнышко уже становится активным, то есть боли показываются из-за туч, поэтому все скрабирующие процедуры на лицо обязательно после 6 вечера, когда вы уже на улицу не будете выходить, только в это время. Никаких с утра скрабов, пилингов и так далее, иначе вы себе пигментацию устроите на лице очень серьезную. И обязательно уже надо применять солнцезащитные с SPF-фактором крема. Особенно у кого такие светлая, нежная кожа, да, вот у Любы, например, я вижу, что у нее очень светлая, нежная кожа. Ирина, она смугляночка, то есть у нее, да, у нее кожа спокойно воспринимает солнце, а вот у Любы я вижу, что она, ну, когда светлая, вот у Светы светлая, да. У меня, у меня... Я на солнце очень реагирую, поэтому скрабы это все обязательно, а лучше, конечно, пилинги, чтобы кожу не травмировать, вот, но обязательно вечером. Можно не проводить, особенно химические, да, такие глубокие, потому что солнце активное уже. Я не о профессиональных средствах, да, такие косметические пилинги, они просто, ну, скрабы там, как они снимают торговевший слой, там обязательно абразивные частички, то есть они механическим путем убирают. Пилинги обычно, они основаны на фруктовых кислотах, то есть они растворяют верхний слой кожи. Можно один раз пилинг сделать и второй раз пилинг тут же можно сделать. Скраб, то есть он убирает один раз, он потом убирать не будет. Вот после скраба пилинг может действовать, после пилинга, пилинга скрабу делать нечего. Поэтому, знаете, это личное мое мнение, я люблю больше пилинги. Готовься, в следующем каталоге введешь вебинарку про грузы. Все, готовый спикер, Света правильно сказала. Вот. Так, еще вопросы? У меня у меня... Нет вопросов. Я хочу рассказать о удвоении данных скрабов. Удвоение. Что удвоение? Ты в терапии говорила, в планерке скажешь. Вот я говорю, что у меня там как бы два сейчас человека есть, да, допустим? Люба и Ирина. Ой, Света и Ирина, да. Машу мы в твою картинку, Машу я не могу внести, потому что она... То есть я могу ее внести отдельно. У нее будет своя картинка. Но Машу я не могу внести в твою картинку, потому что вот пока система работает так, что в промежутке, если кого-то не вписали, еще невозможно. А вот можно спросить, вот в этот сайт удвоение, получается, вписывают... Нет, я тебя не поняла. Сейчас, где вы, где я? У меня тут звонят уже ребята. Ай, где вы там? Сейчас, бумага, иди ты. Смотрите, Тань, ты меня слышишь? Да-да-да. Я тебя вписала. Дальше, я вписала Ирину, я вписала Свету, так ведь? А Люба до того, как они пришли, до них пришла. Ой, не Люба, а Маша. Вот. Но Машу я же не вписывала тогда. То есть она же сейчас только 150 сделала. Ну да. Я ее не могу вписать. Технически нет возможности вписать тех, кто добавился, ну, попозже сделал. Пока нет. Попозже эта возможность появится. Сейчас разрабатывается система таким образом, чтобы можно было в любое место добавить людей, которые 150 делают. А, это твой... Пока вот, кто делали, и кого я успела включить. Да, если бы Маша пораньше сделала, я бы включила его, ее. То есть, если Маша пришла, как бы, раньше девочек, а сделала заказ на 150 позже, то уже ее сейчас пока нельзя вписать. Да, да, да. То есть, я так поняла, я на месте Маши. Она там должна была быть. Маша, наверное, даже выше Ирины. А пока что вписана я. Маша выше Ирины. А, даже так еще. Да, она лучше давнейше. Например, тогда. Да, просто она сделала 150 в первый раз сейчас. Вот, поэтому. Любе, я тоже сейчас открою удвоение. Люб, слышишь? Я тебе напишу в ВКонтакте данные, ну, вернее, пишу, какие нужно, чтобы открыть эти данные. А потом Ирина тебе объяснит, что это такое. Ирина, хорошо? Угу. Вот, можете по скайпу, да, Ирина, покажешь на этом? Демонстрация экрана. Что такое реферальная сеть? Да, да, да. Как это все такое? Все, еще вопрос? Все? Ну, все. Все, спасибо. Вопросов нет. Да, тогда я вам выкладываю текст презентации, которую я рассказываю. Ну, я беру просто то, что вот Валера Титов скинул нам, да, я это беру. Дальше, что я вам должна выложить? А, я вам еще выложу текст приглашения на обучающую. Вебинар. Новичка. Да. Вот. Все? Хорошо, на связи. Ирина, можешь выложить ссылки на видео Олега Плешкова по работе в Инстаграм. Хорошо. Мне это тоже интересно, да, как бы материал есть, но я не успеваю его. Ну, его же надо искать, не всегда время находится. Все, тогда на связи, девочки. Работаем? Всем удачи. Все, давайте. Пока-пока. Пока-пока.